Приветствую вас, Нина. Давайте разберем ваш текст, который вы написали, ваш вопрос. Чувство стыда, неуверенность, тревожность, сомнения. Это вот те ощущения, которые я увидел в вашем тексте. И, как мне кажется, что проблема именно в этом, а не в том, что вот решить, что делать в этой ситуации. Понимаете, вы пишите, что вам неудобно всегда писать, потому что ответ лежит на поверхности, как вы говорите. Но задавали ли вы себе вопрос, почему вам неудобно писать? То есть, вот почему вам неудобно спрашивать о том, о чем вы спрашиваете? Вот это абсолютно нормальный вопрос, абсолютно нормальное, это то, что вас беспокоит, это то, что вас волнует. Так почему, почему, почему вы не испытываете неудобства? Вы, как бы, стыдите себя за то, что проявляете свои чувства, выражаете свои переживания. Вы стыдите себя, как бы, говорите себе, нет, я не должна этого делать. Я не должна выражать свои чувства, я не должна выражать свои переживания. Вообще это, это все пустое, это ничего не стоит, это ничего не значит. Зачем я вообще об этом говорю? Вот так это выглядит. Именно вот со стороны. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это не есть хорошо. Для вас, это не есть хорошо, на мой взгляд, это то, что очень сильно усложняет вашу жизнь. И, кстати говоря, вот, порождает тревогу, то есть вывод. Пишите, что, встречаясь, встречаясь с молодым человеком, мы сразу городов могли бы жить не скоро вместе. Вот, еще один момент, да. Смотрите, вместе, эти факторы, которые я сейчас назову, они, естественно, образуют картинку определенную, да. Вот. Но, по отдельности, эти факторы, по сути, ничего не значит. Поэтому, я специально обращаю на это ваше внимание. Вы говорите, что вы встречались с парнем из другого города, то есть вы из разных городов. И вместе жить вы смогли не скоро. То есть вы выбрали себе такого мужчину, с которым у вас не получилось бы заметного проживания, вот, ну, как вы говорите, скоро. То есть, ну, скоро, не скоро, это тоже такое относительное понятие. Ну, суть в том, что вы выбрали себе мужчину, с которым у вас, вот, не получилось бы, ну, может быть, такого естественного развития отношений. Ну, то есть вы выбрали мужчину из другого города. И здесь очень важный момент, почему вы выбрали мужчину из другого города. Как вы к этому пришли? С учетом вашей тревожности, вашего стыда, неуверенности в себе, Я могу предположить, что вы выбираете такого мужчину не случайно. Вы выбираете такого мужчину, потому что боитесь близости, боитесь сближения, боитесь каких-то вот таких серьезных отношений. И, соответственно, испытывая некие переживания по этому поводу, вы выбираете себе мужчину, с которым у вас отношения, ну, близких, близких, именно близких отношений быть не может. То есть вы страшитесь отношений. И это нужно исследовать. То есть исследовать то, как происходит ваш выбор мужчины. Если вы чего-то боитесь, да, то чего вы боитесь, как это происходит, как вы к этому приходите, и что именно вам страшно, и так далее. Сам механизм страха тоже нужно исследовать. Не избавляться от него, а исследовать, раскрывать. Дальше. Вы чуть проясняете ситуацию о себе, говоря о том, что, значит, ну, мне предложили работу в его городе, значит, правильно я скажу в конце текста. Вот. Но я испытывал тревогу. Это я своими словами пересказываю. Я испытывал тревогу по поводу приезда, значит, я боялся, что у нас ничего не получится. Боялся, что у нас ничего не получится, мы разойдемся. И в итоге я так тревожился по этому поводу и по работе, по поводу работы, что, в общем-то, своего молодого человека раздал, он сказал, делай как хочешь, и уехал. Я вот не очень понял, куда он уехал. То есть вот вы пишите, да, из своих переживаний по поводу приезда я сильно выматывал его эмоционально. Молодого человека. А в смысле вот вы, из-за переживаний по поводу приезда? Вы его сильно выматывали. Что это за переживание? Вот вы говорите, что я боялся, у нас ничего не получится, мы разойдемся. Почему вы этого боялись? Ну, вы же вот как-то пришли к этому, что обязательно должны разойдись с молодым человеком, обязательно у вас что-то не получится с молодым человеком и прочее. Вы же как-то к этому пришли. У вас же как-то, ну, как-то вот мысли в этом направлении двигались. Вот. Так, давайте поисследуем эти методы. Вот. Дальше. А, я боялся, у нас там будут проблемы, мы разойдемся. У нас, вы говорите, будут проблемы, и мы разойдемся. Здесь исключается я, здесь у вас звучит мы, что такие мы, не очень понятно. Есть вы и молодой человек, и, на мой взгляд, правильнее было бы сказать, что у меня могут быть какие-то проблемы, и я разойдемся. Либо, я боюсь, что меня бросят, например. И, как бы, вот, я боясь, что меня бросят, да, веду себя так, чтобы меня бросили. Ну, по крайней мере, я вот здесь, как бы, ну, я знаю, почему меня бросают, а я готова более-менее к этому. То есть, еще вы боитесь проблем. Ну, вообще. То есть, это вот град, как раз, такая вот, тревожная. А дальше. Я привыкла к тому городу, где живу. Ну, смотрите, я понимаю, что вы привыкли к тому городу, где вы живете, но здесь нельзя определиться, чего вы хотите. Потому что, привычка, это не точно связано с желанием, скорее. Опять же, если вы боитесь чего-то, если вы чувствуете себя незащищенной, если вы видите в окружающем мире угрозы и в людях, и в отношениях с людьми, то, да, вы будете тикатеть, конечно, к своему городу, безусловно. Но, если вы, например, вот сможете в процессе психотерапии сможете снизить уровень тревожности и повысить уровень своей защищенности, а также стать более уверенной, то я полагаю, что привычки быстро отойдут на второй план. Вот. Дальше вы пишите, что, как бы, меня в этот город не тянет. Сейчас мне нужно ехать туда на работу и там я даже не против, но его уже не будет. А как его не будет, если он живет в своем городе? Я не очень понял, что его уже не будет, без него меня туда совсем не тянут. А работа как-то. То есть, понимаете, здесь вопрос приоритетов. Здесь вопрос приоритетов. А что для вас приоритетные отношения или, собственно, развитие, карьера? Дальше. Так. Дальше. А вот вы пишите, стоит ли так рисковать, значит, что уволиться оттуда я скоро не смогу, потому что не могу привезти людей. Вот смотрите, о чем риск, я не очень понял. Если честно, тут риск связан с опасностью, где для вас опасность я не очень уловил. Я уловил то, что вы не можете людям сказать нет. Вот вы говорите, что как-то так, вот я подведу людей, да. Это гиперответственность для других. И неумение сказать нет. И в результате это и чувство вины постоянно, да, это и какое-то чувство долга, и тяжесть в построении отношений. Ну, потому что, потому что, да, потому что вы чувствуете себя обязаны людям. Вот. Вот не могу привезти людей там и так далее. Вот, хотя люди это просто, ваши коллеги это просто профессиональные отношения, профессиональные отношения, где не может быть места вот этой вот истории подвел, не подвел. Понимаете? Есть все-таки правило, что там после приема на работу вы работаете там обязательное количество времени, там куда-нибудь, я не знаю, ну месяц, два месяца может быть. Ну, там разные, разные работодатели, разные время останавливают. Да, кто-то две недели, кто-то, кто-то месяц, бывает там полгода, но это вроде как редко. Вот. Ну, это наверное странно уточнется. Вот. А, и все. И вот и вы обязательно время отрабатываете, вы можете уходить. Соответственность в том, какие вот отношения. Но есть чувство вины, есть чувство, что вы должны, есть чувство ответственности за других людей. И вот это чувство ответственности за других людей, то есть обесценивание себя, обесценивание принижения себя, сомнения в своей ценности. И не дают вам следовать тому, что вам хочется. А то следует все проблемы. Вот. На этом все. Я думаю, что вы сами вполне можете решить, что вам делать и как, если снимете свои внутренние противоречия, которые у вас есть. Я думаю, вы сможете разрешить свои проблемы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.